Погода в этом году, конечно, преподнесла удивительную сюрпризу, но все-таки они не помешают празднику. Сегодня в администрации состоялся большой праздничный концерт, посвященный 9 мая. Театр начинается с вешалки, а концерт начался с холла. Атмосферу создавал квартет эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина. Гости также могли сделать снимки в тематической фотозоне. Костюмы военных лет – реквизит театра Натальи Бондаревой. А сами модели – не просто модели, а артисты этого театра. Школьные волонтеры и почетные гости. На концерт были приглашены дети блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей, ветераны вооруженных сил. Всего около 300 человек. Село Меркушково. Так здесь же был штаб. Сам маршал Жуков командовал Западным фронтом в 1941 году. Почетным гостем концерта стала Лариса Лужина, народная артистка РСФСР. Недавно она возглавляла зрительское жюри кинофестиваля «День Победы», который широко прошел по всем площадкам Одинцовского округа. Прежде всего хочу вас поздравить со светлым праздником, святым праздником Победы, который проходит, как ни странно, ведь и каждый год он проходит в дни Светлой Пасхи. Концертная программа была составлена силами театра Натальи Бондаревой при поддержке школьных творческих коллективов. Матерям ничего в этом мире не надо, лишь пришли бы с войны сыновья. Можно сказать, что сегодня мы стали свидетелями возрождения традиции. Такие большие концерты при поддержке театра Натальи Бондаревой проходили в администрации ежегодно, постоянно. Но ковид внес свои коррективы, и вот сейчас, спустя 4 года, традиция возродилась вновь. Тимур Гассин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».